В Брянской области полностью сняли ограничения по коронавирусу. По данным регионального Роспотребнадзора, на 13 июля COVID-19 подтвердился всего у 47 человек. И это стало поводом для такого решения оперативного штаба. Более подробно о ситуации в Брянской области и когда будут разрешены массовые мероприятия в этом регионе, нам расскажет первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике, а также представитель Брянской области в Верхней Палате Парламента Сергей Калашников. Сергей Вячеславович, здравствуйте. Скажите, какие меры были приняты региональными властями для того, чтобы за достаточно незначительный срок добиться таких положительных результатов по борьбе с коронавирусом в регионе? Дело в том, что в силу сложившихся обстоятельств заболеваемость в Брянской области в марте-апреле очень сильно скакнула вверх. И, конечно, руководству Брянской области понадобилось колоссальное усилие, чтобы переломить эту ситуацию. 6 июля мы вошли во второй этап послаблений в условиях самоизоляции, а с 13 июля губернатор издал указ, согласно которому мы переходим к третьему этапу. На сегодняшний день открыты парки, стадионы, все спортивные заведения, все публичные места, вся сфера бытового обслуживания, магазины. Но при этом, конечно, какие-то ограничения продолжают сохраняться. Масочный режим в помещениях, дистанция во всех магазинах и прочих заведениях, это все есть. Ну вот вы говорите, что региональные власти приложили максимальные усилия для того, чтобы не дать коронавирусу распространиться в Брянской области. Тем не менее, по местным СМИ пишут, что люди не все следовали тем рекомендациям. А насколько это вообще повлияло? Либо на чем был сделан акцент? На, не знаю, оборудовании больниц, на тестировании? Ну, я бы сказал так. Акцент был сделан на все, чтобы переломить ситуацию. Прежде всего, это, конечно, медицинское обеспечение. Брянская область – одна из ведущих областей, где количество коронавирусных коек значительно превышает заболевших и потребность в них. У нас трехкратный перевес наличия коек. Это первое. Второе – это, конечно, строгость режима. Мы обеспечили достаточно строгие требования. И, конечно, несмотря на то, что нарушения были, все-таки в основном сохранялись те ограничения, которые были введены. Очень важным моментом для Брянской области было то, что мы постарались максимально сохранить работу промышленности, сельского хозяйства, то есть тех базовых отраслей, которые не позволяют упасть доходам населения и обеспечивают жизнь области. Мы также сделали много усилий и реализовали их по производству тех материалов, которые необходимы были в коронавирусной инфекции. Это производство масок, защитных костюмов и так далее. А была какая-то гуманитарная помощь, может, из соседних регионов? Нет, нет, нет. Или все сами обошлись? Мы обошлись абсолютно сами и помогаем другим регионам. Мы очень оперативно начали выпуск того, что необходимо. Скажите, а настроение граждан, как вот в период пандемии, оно менялось? Ну, как, наверное, и везде. Вначале был определенный шок, потом люди худо-бедно приспособились, а потом стали постепенно отпускать на свободу, и люди восприняли это с энтузиазмом. Но на Брянщине люди дисциплинированные либо нет? Нет, безусловно. На Брянщине люди очень дисциплинированные и очень ответственные. Я считаю, что брянцы очень ответственно и, в общем-то, эффективно провели эту самоизоляцию. Сейчас многие говорят о возможном приходе второй волны. Как вы считаете, возможно ли это, исходя из той информации, которой владеете вы, и означает ли это, что, возможно, ограничения будут вводиться снова? Ну, избежать этого, наверное, невозможно, потому что очень много факторов, которые подталкивают нас, в том числе и политических, к объявлению второй волны. Однако, мне кажется, что даже если она будет объявлена, она будет в определенной степени, ну, такая ослабленная, скажем так. Кстати, у вас ведь сняли полностью ограничения. Это означает, что люди старше 65 лет, которые находятся в зоне риска, соответственно, могут выходить свободно на улицу. Ну, вы знаете, вот этот запрет для пожилых, он был достаточно искусственный. Я бы не стал ему придавать особое значение. Действительно, смертность среди старших возрастов не в силу коронавируса, а коронавирус был просто спусковым крючком. Она была выше, но это не означает, что это люди, которые в большей степени склонны к заболеванию коронавирусом и так далее. В пожилом возрасте, конечно, нужно ограничивать и контакты, и бояться любой инфекции, не только коронавирусной. Но, на мой взгляд, это была излишняя, скажем так, педалированная проблема пожилых. А финансовая поддержка врачей, которые непосредственно работают с коронавирусными больными в Брянской области, то, о чем говорил президент, выполнены все условия? Наша область первая в Центральном федеральном округе, которая полностью решила проблему выплат. Причем это были выплаты как из федерального бюджета, о чем говорил президент, так и из регионального бюджета. Кроме того, Брянская область расширила перечень тех категорий, которым нужно помогать, которые боролись с коронавирусом. Социальные работники, оказание различного рода технической помощи по проживанию, изоляции, транспорту для самых разных работников. Перевод скорой помощи всей на доплаты, независимо от того, кому выезжает скорая помощь. Но это уже доплата исключительно из регионального бюджета. Сергей Вячеславович, последний вопрос. Как скоро в Брянской области будет разрешено проводить массовые мероприятия? Как это было до коронавируса? Концерты, например. Люди, мне кажется, поистосковались. Ну, насчет театров и концертов. На сегодняшний день мы зависим от Министерства культуры и Роспотребнадзора. Они установили на сегодняшний день предварительную дату, это 15 сентября, но отмашки еще не было. Хотя регламент уже утвержден, это половину наполнения зала. Что же касается массовых общественных, скажем так, мероприятий, то они будут зависеть от того решения, которое будет принято в Москве центральной властью. А датах этого решения? Мы не знаем, конечно. Это не субъектовый вопрос. Сергей Вячеславович, спасибо огромное, что разъяснили ситуацию в Бранской области по коронавирусу. Субтитры создавал DimaTorzok